Всем салют, ребят! С вами Альбовский и сегодня я хочу вам рассказать о своем переезде в Польшу, а точнее о его последствиях. Доволен ли я эмиграцией? Собираюсь ли я возвращаться в Украину или планирую ехать куда-то еще? Рассмотрим плюсы и минусы этой страны, а также я дам пару советов только прибывшим. Но сначала не забудьте поставить этому видео класс и подписаться на канал. Поехали! Я живу в Варшаве уже почти 8 лет, то есть большую часть своей сознательной жизни. Изначально я приехал сюда учиться, но особо разборчив 8 лет назад я не был. Мой друг учился в Варшавском университете Вистула и пригласил меня поступать к себе. В то время я был готов на любую возможность уехать за границу, а тем более если в этот универ не нужно было сдавать экзамены, и обучение было сравнительно недорогим. На то время это было около 1000 или 1500 евро в год. Мои родители дали на это добро, и я переехал. Первый год я тусил и балдел, из-за чего впоследствии меня исключили, и мне пришлось повторять все заново. На второй раз я был более внимательным и усердным, благодаря чему через 3,5 года я все-таки закончил магистратуру по специальности интернет-технологии. И за время обучения я успел 3 раза съездить в Штаты по программе Work and Travel. Ну и честно говоря, я не до конца закончил универ, я сдал все экзамены, закрыл все предметы, но не защитил диплом. Но это совсем не помешало мне найти работу в IT-компании и начать там программировать в качестве фронт-энд разработчика. Спустя 9 месяцев после окончания универа и начала работы программистом, мы с моим другом Артемом уехали из Варшавы и отправились в кругосветное путешествие. Получилось оно не до конца кругосветным, потому что мы проехали только половину земного шара и застряли в Эквадоре из-за пандемии. Спустя примерно год с выезда нам все-таки удалось вернуться обратно в Польшу, где я нахожусь по сей день. После небольшого периода безденежья, мне все-таки удалось найти работу в студии, которая занимается организацией и съемкой киберспортивных турниров. И это место, где я работаю по сей день. Все это я вел к тому, что за время проживания в Польше мне удалось поездить по Европе и по США, чтобы составить более полную картину. И сейчас я расскажу вам, что в жизни в Польше мне нравится больше всего, а что не нравится совсем. Итак, начнем с плюсов. Первое и самое главное. Польша это Евросоюз и Шенген. И это очень сильно развязывает руки во время путешествий. Помимо того, что с польской визой мне уже не нужны никакие дополнительные визы, чтобы путешествовать по Европе, так еще и очень много дешевых билетов и простых способов добраться в разные страны. Во времена студенчества, когда лоукостов в Украине еще не было, мы с моим другом облетали практически пол Европы за буквально пару копеек. Доходило до того, что билет в Швецию мог стоить около 5 долларов, а трансфер из аэропорта до города около 20. И мы начали путешествовать автостопом. Второй пункт. Супертранспорт. Транспорт это непосредственно следствие первого пункта, потому что когда Польша вступила в Европейский Союз, Европейский Союз начал давать очень много денег на развитие Польши и инфраструктуры. И тут уж точно все деньги пошли по назначению, потому что транспорт просто поразительный. Очень удобный, очень чистый, очень понятный. Везде есть расписание, везде есть номера автобусов, везде есть ночные автобусы. Ты всегда знаешь, как и куда ты можешь уехать. И плюс ко всему этому, по сравнению с остальными европейскими городами, он очень дешевый. Ну ладно, не очень дешевый, но довольно дешевый. Мы вот были в Берлине недавно, там стоит 3 евро проезд, а тут 3 злотых, ну грубо говоря. Метро практически новое. Из-за того, что его построили практически недавно, оно почти бесшумное и очень опрятное. Транспорт для меня вообще это больная тема, потому что из города Херсон, откуда я родом, у нас там транспорт ездит максимум до 7 часов. Нет вообще никаких обозначений на остановках, непонятно что и когда приедет. И из-за этого проезд в городе это целый челлендж. А тут ты об этом вообще не думаешь, ты просто садишься и едешь. Третий пункт. Польские документы, а точнее польский паспорт. Если иностранцу все-таки удается получить польский паспорт, то польский паспорт занимает шестое место по силе. То есть он уступает буквально нескольким странам, и в целом это очень крутой паспорт. Ты можешь ездить очень много куда. Даже в США не будет никаких проблем поехать, либо же в Британию, куда украинцам так просто не въедешь по безвизу. В общем, да, польский паспорт это сила. Четвертый пункт. Близкий менталитет. Тут многие могут не согласиться, но это же мое видео. Поэтому я считаю, что когда ты переезжаешь в Польшу, это не то же самое, когда ты переезжаешь в Японию. Тут люди очень похожи на нас. У них немного другая культура, другой алфавит, другое вероисповедание. Но в целом они практически как мы. Я так считаю. Внедриться в такое общество намного проще, чем внедриться в общество намного более экзотичное. Я, прожив тут уже 8 лет и освоив язык, чувствую себя тут практически как дома. То есть, если чувствую как дома, это мой дом. И ребята, с которыми я дружу и работаю, поляки, я не вижу в них большой разницы с украинцами. Мы общаемся абсолютно так же. Поэтому это еще один плюс переезда сюда. Потому что, допустим, менталитет британцев или тех же германцев может довольно сильно отличаться от украинского. Следующий пункт. Это выше зарплаты и более высокий уровень жизни. Но, думаю, тут объяснять особо не надо. Это Евросоюз. Да, это еще не Германия. Но это уже не Украина. Тут намного выше зарплаты. Особенно, если мы говорим про Варшаву, потому что это столица. Мне кажется, прослойка среднего класса тут намного выше. Потому что такой человек, как я, может зарабатывать нормальные деньги, чтобы снимать нормальную квартиру, позволить себе машину и какие-то развлечения. А в Украине, мне кажется, с этим немножечко посложнее все-таки. Следующий пункт. Легкий язык. Это 100% так, особенно для украинцев, чтобы освоить язык на базовом уровне. Опять же, это не японский и даже не английский. Это все намного проще. Полугода практики, мне кажется, хватит для того, чтобы ты мог договориться и изъяснять какие-то простые мысли. Конечно, чем больше ты работаешь над языком, тем лучше. И чтобы освоить его целостно и на высоком уровне, надо потратить много времени. Но первые шаги ты можешь сделать практически моментально. Следующий пункт. Много компаний. Опять же, из-за того, что это Евросоюз, тут представлено очень много компаний. Тут есть такие бренды, как Starbucks, H&M, очень хорошо себя ведет Microsoft, Nvidia и соответствующие продукты тоже. Недавно в Польшу пришел Amazon. Конечно, тут есть и локальные сервисы, как в Украине. Но наличие брендов мировых все равно делает жизнь более удобной и комфортабельной. Несмотря на то, что я в Starbucks часто не хожу или не покупаю часто одежду в H&M, все равно это удобно и приятно, когда тебе это нужно. Когда тебе нужна какая-то простая тарелка, поехать в Икею и купить ее. Насколько я знаю, в Украине Икеи до сих пор нет. Следующий пункт. Это порядок. Я имею в виду порядок, в принципе, как бы в обществе. И тут все немножко больше следуют правилам. Тут все немножко более культурные, опрятные, что ли. Это тоже может показаться субъективным, но я за время проживания тут заметил, что тут люди больше как будто бы довольны жизнью, чаще улыбаются. И, в принципе, более приятно находиться тут, чем в Украине, где большая часть людей очень злые и недовольны своей жизнью. И в добавок к этому я еще хочу добавить хорошие дороги, потому что это тоже, наверное, какое-то следствие, потому что если у нас дороги все никакие из-за вечной коррупции, то тут хотя бы дороги умудряются делать на очень высоком уровне. И поверьте, когда я приезжаю в Херсон, я чувствую разницу. И последний пункт. Следствие дорог, а, возможно, их причина, это машины. И они тут дешевые. То есть машину тут действительно можно купить за 800 долларов. Я купил машину за 800 долларов в нормальном состоянии, она ездит, и я очень кайфую, когда на ней езжу. Я говорил с ребятами в Украине, и они сказали, что такой бы автомобиль стоил в 2 или 3 раза дороже. О чем говорить, если у нас до сих пор Жигули продаются по 1000 долларов, а это вообще мусор, по большому счету. То тут доступ к машинам, он более открытый, более дешевый. И каждый студент тут может купить себе какой-нибудь Fiat Punta, ездить на нем вообще нет проблем. И на этом, я думаю, мы будем заканчивать. Плюсы, и все-таки надо признать определенные минусы. Они тут есть, как и везде. И для кого-то они могут показаться не такими сильными. Я выделю только то, что меня действительно беспокоит и парит каждый день. И если мы уже заговорили о паре, то я хочу сказать об экологии. Экология тут оставляет желать лучшего. Варшава один из городов с самым грязным воздухом в мире. Она вроде бы занимает 4-е или 6-е место, что очень-очень высоко. Но тут это чувствуется. Я недавно купил себе увлажнитель воздуха, и он спустя буквально 3 дня, у него все фильтры были уже получерные. И это вообще не прикольно. Этого может быть не видно на каждый день, но по итогу через 20 лет люди начинают болеть респираторными болезнями, болезнями сердца. И, ну, веселого тут мало. Поэтому экология тут оставляет желать лучшего точно. Второй пункт это политика. Поначалу, когда я приехал, политиками тут меня вообще никак не парило. Но в процессе того, как ты тут живешь и начинаешь как-то взрослеть и понимать, как устроен мир, ты понимаешь, что политика на тебя влияет непосредственно каждый день. И политика тут оставляет желать лучшего. Тут очень дурацкие законы иногда принимают. Допустим, недавно запретили аборты, возможно, вы слышали. Тут на официальном уровне запрещают магазинам работать по воскресеньям, что я вообще считаю полной дуристикой. В данном случае в Украине лучше, потому что в Украине в субботу и воскресенье все нормально открыто, и ты можешь пойти скупиться. Политика отстой. Документы тут получить очень сложно. Довольно легко получить карту по быту, но карта по быту заканчивается через 2-3 года, что не очень прикольно. У меня было таких 2, и сейчас их нет. И приходится делать визы по каждую следующую. А получить более серьезные документы, как постоянный вид на жительство или паспорт, очень-очень сложно. Я буквально знаю одного человека, украинца, который сделал себе пакет документов и стал как бы поляком. Я, конечно, планирую бороться, и надеюсь, что это принесет свои плоды, но документы тут, как и во всей Европе, получить очень сложно. И последний пункт. Самый важный для меня – это погода. Господи, какая тут ужасная погода. Я родился на юге Украины, где у нас очень много солнечных дней, и даже когда холодно, есть солнце. Тут же в Варшаву, когда я приехал, у меня действительно была депрессия, потому что тут постоянно пасмурно. С осени по весну тут практически нет солнца, постоянно осадки, промозглая ужасная погода, и вообще неприятно находиться на улице. Мне, как человеку теплолюбивому, очень не хватает солнца и хорошей, просто ясной погоды. И этот пункт я поставил на последнее место не просто так, потому что погода – это на самом деле один из важных факторов, почему я хочу уехать из Польши. Да, я не хочу этого делать сейчас, потому что я борюсь за документы и все-таки надеюсь получить какие-то нормальные, долгосрочные европейские документы. Но как только у меня будет шанс, я сразу же сматываюсь отсюда туда, где потеплее. Мне бы очень хотелось попробовать Португалию, Испанию, возможно Бали или другие какие-то острова. Я не знаю, но надо пробовать. Во всяком случае, я точно уверен в том, что жить в такой погоде всю жизнь, или большую часть даже жизни, я точно не хочу. Она на меня очень негативно влияет. И теперь в самом конце видео, как и обещал, я дам несколько советов только прибывшим людям. Во-первых, самый главный совет, который я лично немножко упустил – отнеситесь к документам серьезно. Сразу же начинайте узнавать и думать, как сделать карту по быту, как остаться надольше. Тут очень много лазеек в законах и разных мутах, которые вы будете делать, но чем больше у вас легальных документов накопится, тем лучше и тем быстрее вы сможете тут чувствовать себя уверенно на легальных основаниях. Потому что я, в свою очередь, когда сюда приехал, было очень много открытых лазеек, и можно было заказать, допустим, карту поляка за 100 долларов. О чем я даже не подумал в то время. А эта карта – это прямая дорога к постоянному виду нажительства. Я знаю несколько человек, которые купили эту карту, и у них сейчас все хорошо. Я об этом тогда не подумал, и сейчас у меня немножко хуже, чем у них в этом плане. В любом случае, даже легальными путями, обязательно задумайтесь об этом как можно скорее, и начинайте над этим работать. Второе. Учите язык. Это может казаться банальным, но это действительно важно. Я знаю столько украинцев и вообще иностранцев, которые приезжают сюда и держатся в своих маленьких группках. Они знают язык на каком-то базовом уровне, но они практически никак не взаимодействуют с поляками. Это ошибка. Поляки – отличная нация. Как и везде. Тут есть и хорошие люди, и плохие. Но чем лучше вы орудуете языком, и чем больше вы пытаетесь внедриться в общество, тем проще вам будет. Я, прожив тут 8 лет, уже нашел множество друзей и знакомых поляков, с которыми мы поддерживаем общение практически каждый день. И они мне очень много раз помогали по каким-то ситуациям, с денежными проблемами. И я их действительно считаю близкими своими друзьями. И третье, самое важное, как мне кажется, будьте людьми, будьте добрыми, будьте отбыльчивыми. Если вас кто-то просит о помощи, не обломитесь ему помочь. Просто старайтесь быть хорошими, приятными людьми и к вам потянутся. И не важно, какая это будет нация – поляки, британцы или украинцы. Просто вас будут ценить как члена общества, и это тоже вам может очень сильно помочь в жизни. И на этом, наверное, все. Это был краткий пересказ моей жизни в Польше и моих впечатлениях от нее. И вы, ребят, те, кто не поставил лайк сначала, не подписался на канал, я вас вижу, у вас есть время сделать это сейчас. Спасибо большое за просмотр, делитесь мыслями в комментариях и увидимся в следующем видео. Peace! Оно практически... Из-за того, что его построили недавно, оно довольно... Оно... Почти... Оно почти без...